Российское правительство постановило поддержать отечественных предпринимателей. Цель – заменить продуктами собственного производства импорт, запрещенный к ввозу в страну в результате западных санкций. Президент на совещании с членами правительства подчеркнул важную роль бизнеса в преодолении нынешних проблем в экономике. В этой связи сформулирован целый перечень мер поддержки предприятий различных сфер деятельности. Разумеется, учтены особенности отдельных отраслей. Только на дополнительную помощь молодым бизнесменам заложили свыше 2 миллиардов рублей на текущий год. Так, государство планирует стимулировать реализацию свежих и полезных идей. Однако опыт использования помощи государства у бизнесменов есть. Он, правда, относится к попытке преодоления кризиса от пандемии, но, возможно, что-то окажется полезным и в нынешней ситуации. Какие меры поддержки бизнеса будут по-настоящему действенными для преодоления трудностей в режиме санкций? Какие отрасли покажут взрывной рост? Что бизнес сможет предложить россиянам? Ответить на эти вопросы наша съемочная группа попросила жителей областной столицы. И вот, что из этого вышло. Одежда тоже, почему бы и нет. Потому что в России же вроде бы и мозгов хватает, и сырья тоже. Продукты тоже самое. У нас же есть все свое. То есть должно все это выстрелить. Я думаю, что субсидирование однозначно и различные меры поддержки информационные, чтобы было понимание, куда двигаться и как. Потому что у кого-то, может быть, устарело представление, кто-то привык в одном направлении двигаться. И какие-то курсы, и повышение квалификаций, и различная такая помощь. Я думаю, что она будет очень хорошая. Услуги, предоставляемые населению, я думаю, они больше всего сейчас выйдут на какой-то даже лучший уровень, который был у нас во время ковида. Я думаю, что те меры, которые сейчас принимаются нашим правительством, они более адекватные и правильные, которые сейчас у нас идут. А какие меры? Ну, я думаю, что послабление налоговой нагрузки на предпринимателей. А промышленность, я думаю, что в большей степени, наверное, пищевая, легкая промышленность, она должна быть сейчас активизирована. Потому что в рамках акционной политики, которая идет против Российской Федерации, я думаю, что надо налаживать свое производство. Текстильное, пищевое. Конечно, для предпринимателей будет самое лучшее это уменьшение, наверное, налогов. Потому что мы каждый из всех зависим от налогов. Ну, как-то, наверное, так. А какая отрасль останется? Ну, наверное, продукты сто процентов, потому что без продуктов-то нас, наверное, мы не сможем прожить. Ну, жизнедеятельность, наверное, скорее всего. Конечно, будет очень, наверное, утопия для салонов красоты, для каких-то развлекательных действий. Будет, наверное, потому что люди будут немножко приоритеты ставить другие, нежели там на развлечения, да, на уходы какие-то. Бизнес, он все-таки немножко похитрее. Бизнес, он ищет возможности, ищет, находит. Если не находит сегодня, найдет завтра. На то он и бизнес. Потому что не всегда все может сразу же, например, быть явственно. Может, через некоторое время. Может быть, через интернет. Иногда бывает общаются, переписываются. Очень хорошо было бы, конечно, находить общие точки соприкосновения с другими, так сказать, государствами. Хочешь, не хочешь, а все равно они к нам сюда идут. Без России ни одно государство, по-моему, не может полнокровно, полноценно существовать. А можно сейчас лететь. Здесь нет.